В предыдущей серии нашего проекта мы с экспертами Рест Проперти обсуждали элитную недвижимость Алании. Почему-то именно разговор на эту тему оказался полон откровений. Впрочем, если вдуматься, восточные представления о роскошной жизни и понятная демократичность курортной Турции должны вместе приводить к парадоксальным заключениям и даже определенным трудностям. Давайте вспомним. Я всегда говорю, что рынок Турции, он недооценен. Есть у нас дорогое жилье и за полтора миллиона, и за два миллиона, два с половиной миллиона евро, даже на Средиземноморском побережье. Но покупателей на такую недвижимость меньше, соответственно, и строить, ну как бы особенно никто не старается. Ну а мы ездили по всей Алании и искали особый объект. Не просто дорогой, не просто элитный, уникальный. Такой, чтобы ахнуть от входа, чтобы с первого взгляда было понятно, да, это нечто особенное. Но даже когда мы приехали в самый центр Алании, к подножью знаменитой башни, в самый дорогой квартал, Людмила Туфан охладила наш пыл. Стандартному покупателю, которому нужно море, близость всего, это, скорее всего, не подойдет. Много у нас было покупателей, которые хотели именно на крепости недвижимости, но после просмотра возвращались все равно к комфорту, потому что комплексов с зимним бассейном, сауной, с парковкой в этой зоне нет. Но мы не сдавались и продолжали поиск. И вот в один из дней коллеги из Рестпроперти повезли нас на восток от знакомых в 7 кварталов. Мы миновали Оба, Кистель, Махмутлар, Крыгджак и оказались в районе Демертаж. Ну вот мы и приехали. Строго говоря, это уже не Алания. Мы примерно посередине по дороге от центра к городу, к аэропорту Газипаша. Объект, который мы здесь видим, произвел огромное впечатление на людей, которые, казалось бы, видели уже в своей жизни все. На риэлторов компании Рестпроперти. Давайте посмотрим, что же их так впечатлило. Перед тем, как зайти внутрь, давайте вспомним вот что. Строительство воды в Алании практически невозможно. Мало того, что свободных участков почти нет, так и на оставшиеся претендуют, во-первых, гостиницы, а во-вторых, жилые комплексы. И те, и другие, скорее всего, получат землю через дорогу от пляжа, то есть в сотни метрах от воды. Но если говорить про виллы, тут счет может идти вообще на иные расстояния. Виллы в Турции это не частый продукт, а виллы, которые расположены всего в 600 метрах от моря, это вообще редкость, потому что все, что ближе к морю, стараются застроить по максимуму высотными квартирными зданиями. Это часто бывает. Найти что-то необычное только для себя гораздо труднее, чем стать хозяином чего-то более ординарного. Вообще специфика вилл в Алане, она на любителя. То есть нету вилл, практически нету вилл близко к морю. Виллы, основная застройка, это километр и выше от моря в сторону гор. Но давайте, наконец, войдем внутрь, ведь мы нашли действительно необычный дом. Ну вот оно, очень дорого и очень круто, вариант турецкий. Если бассейн, то панорамный. Если материалы отделки, то исключительно натуральные. И даже не мрамор, а камень. Ну и то, что отсюда не видно. Вот там внизу небольшой, но ваш собственный пляж. Про вид я уже даже и говорить ничего не буду. О чем-то неповторимом не очень правильно говорить языком фактов и цифр. Для такой задачи он слишком сух. И все-таки. Дом 2016 года постройки. Площадь почти 470 квадратных метров. Еще около 500 квадратных метров. Участок. На вилле, гостиные и 5 спален. Но главная цифра – ноль. Ноль – это расстояние до моря. Ноль – вы спускаетесь прямо к кромке воды, не сопровождаемой взглядами соседей. Ноль – все это только ваше. И еще о неповторимом. Да простят меня архитекторы, но бассейн или зона барбекю, даже самые красивые, вряд ли тянут на неповторимое решение. А вот дизайнерские мелочи, фрагменты, изыски, если хотите, вполне. Так вот, этот дом делали с душой. Когда яркие люди создают что-то для себя, получается нечто очень необычное. Вот коридор в обычном загородном доме. Но привезенные из Капокодокии камни превратились в потрясающий шкаф, а вот эти изящные фигурки придают коридору сходство с небольшим, уютным, личным музеем. А сколько может стоить музей? Да сколько угодно. И все-таки в данном случае назову цену. Эта вилла продается за полтора миллиона евро. Дорого или нет? Когда мы говорим о чем-то, сделанном в единственном экземпляре, в ход вступают иные эпитеты, становящиеся иногда аргументами. Капокодокия